Крокодилы в Черном море. У Ласточкиного гнезда заметили рептилию. По крайней мере, так утверждает автор видео, которое опубликовали в одном из крымских групп ВКонтакте. Екатерина Серегина сейчас находится на месте. Катя, привет! Скажи, это фейк или правда? Да, больше эта информация, конечно, похожа на фейк, не только из-за качества этого видео. Мы сейчас находимся на месте, откуда велась съемка, и мы лично ни в море, ни на берегу не наблюдаем крокодилов, ни одного, ни двух, ни трех. Также ничего об этом не слышали ни отдыхающие, ни сотрудники, которые здесь рядом трудятся. Но почему вообще возник такой резонанс? Потому что один из крупных пабликов ВКонтакте крымских именно опубликовал видео. Мы попросили администратора связать нас с автором этого ролика. Однако он сказал, что материал пришел чисто анонимный. Поэтому ни с кем мы, конечно, связаться и проверить достоверно эту информацию не можем. Также многие опасались в комментариях, что крокодилы, возможно, выплыли из крокодиляриума, который не так давно затопило во время буйства стихии в Ялте. Однако этого быть не может. И об этом нам рассказал специалист, биолог. Предлагаю послушать его комментарии. Это, безусловно, нереально, даже учитывая все условия, которые создаются в условиях изменения климата, потепления и других факторов. Черное море – это все-таки внутреннее море. И крокодилу из Африки или из Австралии или из Южной Америки, Центральной Америки нужно еще туда добраться. А это почти нереально. Ну а для большей достоверности мы еще здесь осмотримся, еще пообщаемся с людьми, которые здесь работают и здесь отдыхают. И подробности мы расскажем вам уже в следующих выпусках новостей. Коллеги, вам слово. Катя, спасибо за подробности. Нам остается только догадываться, для чего создают такие видеозаписи. На прямой связи с нами была Екатерина Серегина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...